Привет зритель, сейчас придет обзор с Вайтберрисом. Короче говоря, я заказывала шмоточки кое-какие, что-то подошло, что-то нет, что-то еще не пришло, придет завтра и чая много всякого, потому что вот Япония внизу закрыта. Все, я мне матью, никто не пришлет японскую, поэтому я выбрала то, что было из того, что было, ну, полазала по озону, посмотрела, что почем, полазала по Вайтберрис, почти на 1300 заказала всякой разной матью, ну, от разных производителей, от 50 грамм, 100 грамм, аж 200 грамм, сколько там еще вроде грамм, короче говоря, и я сейчас ее просто обозрю вместе с тем, что купила, а потом уже думаю делать, когда уже заберу эту всю матью, может быть делать такой дегустацию, вот открыла пакетик, насыпала в мисочку, сколько же мне мисочек-то понадобится, и показывает, смотри, зрители, вот такая матья так-то выглядит, вот такая матья так-то выглядит, у меня интернет не восстановлен, ну, в смысле как, он очень медленный, в Вайтберрис не грузится, у нас вчера была ужасная гроза, сегодня гроза добавилась еще одна, трубали свет на целый час, о чем я жаловалась в предыдущем видео сезона обзора, ну, короче говоря, наши провайдеры, мегафоны Билайн российские, как-то не спешат восстанавливать работу, не то, что интернета, а вообще даже, чтобы позвонить близким людям нереально вообще, вот смски, они уходят иногда, как в деревне себя чувствуешь, где связи вообще никакой нет, не будем говорить, что связь в деревне была, допустим, тот же мобильный интернет на мегафон МТС, 10 лет назад была она в 2011 году такая хорошая, что я могла заказать что-нибудь и франшизм нормального полноценного сайта и посмотреть еще какое-нибудь видео, а потом она стала все хуже, 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 хуже. Короче говоря, у меня тут есть пакетик и еще пакетик. У меня тут такая интересная ситуация случилась. Я решила делать подписку спинка товарища на аниме-сайт без рекламы, чтобы смотреть целый год, с хорошим качеством, 1080 пикселей, максимальное разрешение. Картинки, короче говоря, косарь на целый год. И вот Сбербанк решил, что сначала одобрил мне платеж, а потом решил отменить платеж и решил, что я сама себя обманываю. И прозвонил меня с номера 900. С номера 900 вам никто не позвонит, если кто-то звонит, то это спам. Ну типа мошенники, все такое, да. Но с 900 мне позвонили, я увидела уже поздно, потому что это было как-то, ну прилично, поздно. Оплатила я все-таки другим способом эту подписку. А вот стала делать заказ на Вальберис. Шмотки там мне сейчас идут так, что если подошло, то на базе выдачи из меня спишется монетка. А если не подошло, то не спишется, соответственно. Не предоплата. Все остальное, соответственно, предоплата. Я делаю заказ на наполнитель, кошечки. 5, сколько тут вообще? Нет, это 3 килограмма. У меня на руке 3 килограмма. Целых 3 килограмма на руке. Ну, может чуть меньше, чем 3 килограмма, потому что я немножко отсыпала кошечка в этот, в древесный наполнитель, в туалетик. 86 рублей, вот такая хренатень. Я артикулы напишу уже или в инфобоксе, или закрепленным камнем, но потом оставлю, потому что как бы Вальберис не грузится, я сказать ничего не могу. Ну, я делаю заказ в Вальберис, вот этот вот, и у меня плата не проходит, не понимаю, что такое. Захожу, ну, Вальберис пишет, что типа оплата не прошла, но спишется потом. Захожу в личный кабинет Сбербанка, он мне говорит, что у вас вообще как бы Сбербанк ограничен, ничего тебе такого не будет. Приходит тут же смс-ка, что мы заблокировали вашу карту, потому что решили, что вы, типа, ее, ну, вашей картой кто-то воспользовался. Вот момент такой. Мне приходит смс-ка на телефон, которым только я пользуюсь, с подтверждением пин-кода вот этой оплаты, да, и я ввожу его, оплата вроде пришла, потом нет. Ну, короче, скачный Сбербанк очень любит своих клиентов, он мне так хорошо подсвинячил. Кому интересно, гляньте мою телегу, она теперь открыта. Ну, в общем, благострадальный на 9 литров наполнитель, древесный наполнитель для кошачьего туалета. Я чуть-чуть еще просто скажу. Человек, с которым я общалась, вообще я считаю, что для сотрудника Сбербанка, Государственная банка России, Государственная банка какой-либо страны, нельзя так общаться со своим клиентом, с каким-то легким переходом на личности, насмешка, и вообще вот будто человек дно, а ты там вообще супер такой, да. Я общалась с ботом, который внезапно стал живым человеком, живым человеком, который недавно, внезапно стал ботом. Короче, по мнению девушки из техподдержки Сбербанка России, не бывает на Вайберс таких цен, что 86 рублей стоит вот такой вот наполнитель. Я понимаю, они там в Москве ожирели совсем своей супер зарплатой, и думают, что люди за территорией Москвы вообще не люди, не живут. Но, по-моему, это надо быть совсем дном, чтобы вот так вот разговаривать с клиентом. Это во-первых. Во-вторых, надо быть совсем дном, чтобы просто так заблокировать карту социальную, пенсионную, поставить человека в такое положение, что мне по жаре пришлось ехать в центр города, можно сказать, практически на другой конец города, там несколько концов города у нас, на другой конец города, чтобы пообщаться с не менее не квалифицированным банковским работником. Мне даже не сняли деньги с карты, которая... В общем, в банке одни правила, но эти правила банк не соблюдает. Мотивирую это все тем, но зато вы сможете расплачиваться своим телефоном, картой по НФС, я говорю, знаете, у меня телефон Huawei, и вы для Huawei еще не написали программу, которая будет поддерживать то, что вы там планируете. Ну, в общем, да, все. У меня тут чай, соответственно, и шмоточка. Я пришла к выводу... Я вообще не ожидала, чтобы такая сильная жира. Я забыла, что у меня когда-то были штанишки такие, ну, чисто такие легонькие штанишки, чтобы на велике ездить в сад, допустим. А в джинсиках приехал поливать, и джинсики все усрались за раз. Короче, штанишки. Я заказывала трое штанишек. Каплики и бриджи. Одни не подошли, потому что размер один, другой... Ну, конечно, хейтеры меня могут похейтить, что я такая жирная корова. Мой 44-й, это совсем не 44-й, а 120-й какой-нибудь. Я ориентировалась по тому комментарию, который оставил производитель на вопрос, какой вот, значит, размер чему подходит. Оно не то, чтобы маломерить на три размера. Я думаю, там на все пять оно маломерит. Оно мне так долезло где-то чуть выше колена, и все. Оно не летнее, хоть и позиционировалось как летнее. Оно из какого-то очень плотного материала, на 60% состоящего хлопка. Остальное там спандекс, полиэстер, еще какая-то хренатень. Оно явно на зиму. Но никак не на лето. Вот эти штанишки. Причем те штанишки стоили подороже. Эти штанишки у нас 292. Меня немножко смущало, что они ниже колена. А потом думаю, а что такого-то? Если на безрыбье и рак рыбы. Сити-текст бриджи. 44 размер, черный. Состав 95% хлопок, 5% эластан. Сделано в России. Я, конечно, потом устрою вам примерку. Заодно засниму ролик. Мои эти фавориты лета. Ну и он тоже будет в этих фаворитах лета. Может быть даже одежда будет вместе с обувью. Потому что в фаворитах обуви у меня только одна пока что пара обуви. Это босоножечки джинсовые. В общем, вот такие штанишки. Они где-то чуть ниже колена. Может на 3 четверти. Может как-то выше середины голени. Но ниже колена. Замечательные все штанишки. 292 рубля. Не стоили артикул. Я расскажу уже потом. Потому что тут, наверное, артикула нет. Да, тут никакого артикула нема. Вот у нас тут распаковочка. Мотя. Я такую мотя... Я на нее давно смотрю. Еще когда Никитос мне прислал первую мотю. Я просила его чуть побольше моти. Но он прислал мне только 100 грамм моти. А всего остального побольше. Короче, мотя у меня, конечно же, закончилась практически уже. Хотя мне из Алиэкспресс уже пришла эта ложечка бамбуковая. Которой мотю специально надо накладывать. Но что-то я как-то ее положила. И тут в термосе все мотю заваривала. Просто заваривала мотю. И как-то не пользовалась этой ложечкой. Вот теперь будет шанс попользоваться. У нас тут всякие иероглифы. Она была и китайская. Она была и японская. Там, что я покупала. Ну, по крайней мере, так было в инфо написано. И она была местами собрана в Японии, распространена в Россию. Я так еще подумала, когда в саду выбирала эти заказы. Ну, заказ формировала. В саду, когда между помиранием, поливанием роз и собиранием ягод клубничных, я периодически помирала. Чтобы просто посидеть. Ну, знаете, сидишь так, а судорога долбит вообще чисто от жары. Просто долбит судорога. Не эпилепсическое, а просто судорога долбит. И понимаешь, что надо немножко посидеть по жаре. Ну, в теньке, чтобы чуть-чуть вот как-то отойти. И я смотрю, там это, значит, распространено в России еще что-то. Я думаю, блин, а почему Россия не может сделать ту же матью? В принципе, по идее, порошок зеленого чая пришел в Японию из Китая. А Кокуро Каскудзо, по-моему, автор, книга о чае. Я не помню точное название, потому что я ее все время брала в бумажном виде читать. Потом пришлось ее сдать. Потом я ее нашла в электронном варианте. Она у меня, возможно, пропала вместе с последним моим предыдущим телефоном. Может быть, она у меня где-то в другбоксе есть, может, еще на каком-нибудь облаке. Но суть такая, что, в принципе, порошковый чай вполне можно сделать в России, учитывая, что в России, в Краснодарском или в Красноярском крае, это я путаю этих края, ну, короче, в России где-то там выращивается чай. Есть черный российский чай, есть зеленый российский чай. Почему бы в России не сделать порошок зеленого чая? Не придется накручивать на логистику из Китая, там, доставляя или из Японии. Самое интересное, что иногда китайская матья почему-то шла очень дороже, чем японская матьяя. Ну, и та матьяя, которую мне Никиту сначала присылал от Иппода, и просто из обычного супермаркета просила, говорю, чай, который ты сам пьешь, который пьют обычные японцы, без всяких там прекрасных наворотов. Вот Иппода, конечно, круче, ну, по цене вообще, да. А та матьяя из обычного супермаркета японского, она как бы вот постояла, постояла она немножко у меня в термосе, и по цвету стала такая, какая-нибудь среднестатическая парашненькая матьяя сделана в Китае, в Вьетнаме или еще где-нибудь. В Вьетнаме тоже делают матью. Я подумала, а что такое, в принципе, если японская матьяя выглядит, постояв в термосе меньше, чем 2 часа даже, такого цвета, то можно купить какую-нибудь обычную матью и глянуть, как она выглядит. Потому что у меня когда-то давно очень была китайская матьяя еще с Алиэкспресс, на 100 лет как просрочилась, и я ее покупала в основном чисто не сколько пить, сколько добавлять в косметические средства. По цвету сухому, по сухому цвету сухой заварки, еще до заварки, да, в пакетике, она была такого цвета, как вот у меня стала в итоге матьяяя из японского супермаркета японцами сделана. Короче, у нас тут 100 грамм, на Азон он стабильно дороже. Тут я, кажется, ну какой-то я покупала, где-то он был по 191, где-то по 195, где-то, ну, чуть меньше 200 рублей, короче говоря, я потом делаю тоже вот, ну как бы, наверное, закрепленный камень сделаю или чисто в инфобоксе. У меня там будет, да, кстати, номер-карт у меня был другой. Сбербанк меня так подставил очень сильно, мне больше тысячи видео на канале, и в инфобоксах это, да, когда-то будут редактировать эту карту. А понимаю, что меня особо никто не поддерживает, но все же, чтобы не было там какой-то, не висело этот бывший номер бывшей карты. Хотя, если кто-то будет делать перевод на бывший номер, ну, на несуществующий номер карты, то перевод, в принципе, не случится. Я просто когда-то с сестрей что-то переводила денег, и у меня вышло, что вот на эту карту нельзя послать, и переводила по номеру телефона. Матя. 100 грамм. Ну, я сделаю, наверное, или закрепленный камень, или вот в инфобоксе чисто артикул, сколько я заплатила за это счастье, и ссылка, соответственно. А вот, кстати, у нас тут артикул есть. 2, 0, 0, 2, 2, нет, это другой артикул, потому что он обычно меньше. В общем, не знаю, для чего это артикул, цвет черный. Это, видимо, какой-то другой артикул, потому что на вайдере он обычно как-то меньше циферок там идет. В общем, вот такой у меня. Он был в сложенном виде, и в пупырке такой. Это первый Матя. Кошка, не шизей. Второй Матя. Этот я видела. Ну, тогда у меня еще была Матя от Никитоса, поэтому мне как-то не надо было. Ти, Тасти, Матя, Матя, ну, я читаю как правильно. Они почему-то Ромадзи не принимают, они почему-то, в смысле, они почему-то Ромадзи принимают, а Поливанова нет. Короче, Матя кулинарная, чай зеленый, порошковый зеленый чай. Здесь у нас оно вот в такой вот фигне. Причем оно запаяно, я его не смогу открыть. Оно как бы откроется, но вот здесь вот запаяно. Доставать тогда пока не буду, так как все равно я не буду его открывать, но в этом именно видео, порошковый зеленый чай. Так-то я, может, его открою, ну, до того, как буду делать обзор полноценно всей Мати, чисто, чтобы самой знать, там подготовиться, да, я по-любому это буду открывать до того, как камеру включу. Но сейчас открывать не буду. Тут у нас 150 грамм. Она сделана у нас 15.04.2021 года. Изготовитель империи от чая Москва. Кто поставщик этого самого, этой самой Мати, никому не известно. У этой же фирмы я видела просто Матю, ну, как бы, коктейльную, почитала еще в Каментах, вы знаете, что есть, типа, ну, как бы, коктейльная, ничем не отличается по виду, вкусу и так далее, от не коктейльной, церемониальной. Только что по цене и считаешь, что коктейльная из более низкого качества сырья делается. Вот у нас еще тут 50 грамм. Наконец-то я увидела, как оно выглядит. Мне почему-то казалось, что это какая-то такая вот как туба была, да. Тут пакетик. Японский коктейльный чай-порох 50 грамм. Здесь я даже могу, наверное, это открыть. А может, не могу, я без ножниц. За ножницами надо идти. В общем, тут у нас 50 грамм Матти. Она 1 января 21 года изготовлена и до 1 января 24 года живет. 36 месяцев. Страна происхождения Япония. Производитель Кита Ханка Аойку Си Цзуока Дзяпан А упакована ЕЖ. Реально ЕЖЕ. Для приготовления чашки чая 250 мл. 1 чайную ложку 3 грамма залить водой 80 грамм взбить венчиком или блендером добавить молока по вкусу взбить пиццы во взбитом состоянии. Ну, мне Никита говорил, что у них там делается в Японии. Чисто заходишь в какую-нибудь там кафешку, типа, где вот эти суси подают. Стоит баночка, даже фоткал. Там, значит, лодочка берешь, так в чашку, нафигачиваешь горячей водой. Чуть ли не кипятком заливаешь. И она сама дает пенку без всякого этого самого венчика. Ну, венчик у меня благодаря ему теперь есть. У меня даже пиалочка. Я себе ее где-то там заказывала. Алиса, зачем ты закрываешь пакет своим телом? Я еще не все достала. Тут у нас белый пакет, с другой стороны наклеечка. Зеленый чай Матя. 200 грамм. Зеленый чай Матя. Происхождение Китай. Все честно. 24 месяца срок годности. Тут, видимо, можно как-то снять эту этикеточку и под ней что-то прочитать, потому что под ней видно чего-то еще. 25.06.2020 года она создана. Прошлогодняя вообще. И еще год жизни она может жить. Ну, ладно. Ну, у меня опыт общения с китайской Матю и такой, что в 10-летней давности Матя Китайская вполне еще была нормальная по вкусу. Ну, такая же была по вкусу, как если бы она 5-летней давности была. И как только я ее еще приобрела. Ну, нормальная по сравнению, даже в том плане, до нее нормальная, до самой вот этой Мати, которую я покупала. А в сравнении, допустим, с той, которая у меня там осталась, Гулькин нос, уж я молчу про Ипадовскую, которую мне Никитус в супермаркете покупал. Вот там день и ночь, конечно. Это китайская. Матя. Кофеко. Фирма. Матя. Вот тут в скобочках написано Матя. Они все-таки хоть что-то не знают. С благодарностью к вам и вашему выбору. Состав японский сиреный порошковый чай Матя. Я не буду считать это слово Матя. Причем у них, да, у них Матя. Рекомендации обдать кипятком посуду, в которой будет готовиться чай, можно просеять Матя через сито, чтобы убрать комочки, образовавшиеся во время хранения. Ну, это надо делать, если вы собираетесь венчиком взбивать. А венчик надо сначала отмочить. Если кому-то интересно, можете дать в комменты. Я это запишу нормально на камеру, как я это все делаю, как это все делается. Я просто не помню, писала, я это, может, писала на телефон. Я просто помню, что у меня в Инстаграм какая-то очень интересная женщина попоболела в комменты. Как она правильно все делает и какая я неправильная. И как она это все сбивает. Даже, ну, знаете, из тех людей, которые не знают, как попирать свой аккаунт, они приходят ко всем подряд и комментят в комменты какой-нибудь своей попоболи. Срок годности 3 года 8.06 этого года Дата фасовки 100 грамм 100 грамм матья И по ходу дела последняя матья Следующая матья будет уже завтра Матья Зеленый чай 50 грамм Полезное свойство Тоже кофекон Заряжает энергией Содержит антиоксиданты Улучшает работу мозга Восстанавливает плитно-щелочной баланс Бла-бла-бла Вот она Вот этот, наверное, все-таки я смогу Встретить без ножниц Тут какие-то Ну, тут, в принципе, все в этой В упаковочке Вот она у нас 7066 матья Состав японский чай матья Ну, вы поняли, что я говорю Матья Папа Ливанова Они по романде, как они тут пишут Дата фасовки Изготовление 15.06.2021 года Три года Срок годности И 50 грамм Ну, вот ту матью, что мне Никитос покупала На полгода там По сроку жила Закончился у нее срок Еще тогда, когда не получила Эту посылку Потому что тогда посылали Экспериментальным морем Нашла три месяца Эта посылка С прошлого года до Начала марта этого года Но на сроке годности Оно не сказалось Но, в принципе Предыдущая матья Именно такой же Фирмы была И именно В срок Она попалась В смысле Успела до конца Срока годности Ее попробовать Она не одинаковая была Идентичная Изготовитель Чайная компания Время чая www.time4tea.ru Вот Это мой заказ На вальдберитбол Еще вас сегодня ждут Вообще-то Может быть И не именно сегодня Потому что Не знаю Как у нас Интернет-бот Работает Чтобы загрузить Это все Ну, короче Я еще вчера Пыталась записать Эти уходы Парфюмы На июль Но я думаю Что вас сегодня Это тоже ждет У меня По крайней мере Точно Всем спасибо За просмотр Пока По скрипту Зрители Наполнитель-то Я тебе не показала Вот у нас Кошачий лоточек И вот тут у нас Свеженький наполнитель Ну, теперь пока Не забудь Поставить палец Кверху